Приветствую всех, с вами Асина, Элька и Судеки. Почему же только Элька находится перед нами? Да потому что в прошлой серии наш непутевый герой попался в определенного рода ловушку, расставленную местным суперкомпьютером. И именно сейчас мне и ему придется, видимо, с ним сражаться. Нравится ли мне это? Нет. Придется ли мне это делать? Да. Собственно, давно я не заходила вообще. Судеки. Хочу себе немного память освежить, посмотреть, что вообще от нас здесь требуется. Эх, ролевые игры. Для того, чтобы вас комментировать, обязателен определенный настрой. Так, хорошо, получите кристалл из исследовательского центра. Ну, чем мы, собственно, с вами и занимаемся. Ничего себе, у меня вообще набрано всевозможных квестов. Надо будет потом с ними обязательно разобраться. Так, и главное... Искатель сердец, улучшения. И главное, сменим оружие. А вы узнаете почему уже сейчас. Ай... При первом моем прохождении данное место я ненавидела. Центральный процессор Крэна. Вот, ознакомьтесь, наш великий суперкомпьютер, который теперь будет нас атаковать. Когда мой компьютер тоже свихнется из-за плохого отношения к нему, я думаю, что он превратится в нечто подобное. Будет за мной по квартире гоняться. Так, ладно, Петросянщину в сторону. Просто бежим, 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 бежим. Элька, элька, элька. Ой, как я ненавижу этого босса. Он, в принципе, вообще несложный, но он очень и очень нудный. Еще он дал мне каким-то лазерным лучом, извините, видимо, по пятой точке. Так, целебное снадобье. Немножечко будет восстановиться. Да, и он здесь будет восстанавливать себе здоровье при помощи... При помощи вот таких вот, я даже не знаю, как это назвать, зарядок, я буду называть их хрени. Они напоминают именно их мне. Ну, то есть нечто неясное, непонятное, и жизнь мне не облегчающая. Так, получи, получи свой красный глазик. Умри, беги, беги, элька, беги. И эти еще взрывоопасные хрени тоже здесь бегают. Вообще все плохое. Вся техника против меня. Так, так. Где? Что? Так, зарядка. Блин, зарядка случилась очень не вовремя, когда у меня нано-прирост закончился. Так, ладно, соберись, будь цезарем. Хотя бы брутом. Мм, осина, ты же не тряпка. Я тряпка, я еще мазила. Ничего, соберись. К великому сожалению, при помощи этих штук, крен восстанавливает свое здоровье. Кренушка, кренушка, отстань. Я исследователь научный. Так, 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 бегаем, бегаем. Лавируем, лавируем. Где-то сейчас еще одна вылезет. Так, смотри, стих. Осина, давай. Смотрите, как он критует. Элька, я люблю тебя. Ты самый-самый крутой. Не, Элька действительно крут. Смотрите, какой он молодец. Так, Крен, я надеюсь, ты там уже более близок к своему дохлому состоянию. Или нет? Или да? О-о-о-о! Не, по-моему, не по мне все-таки попал. Хорошо, хорошо. Ты отстаньте! Давайте еще разок все-таки воспользуемся нано-приростом. Как-то я переживаю. Отлично. Да чего же все-таки игра красивая. 2003 год. Все так здорово вообще выполнено на высшем уровне. Сейчас-то таких РФГ подобного плана редко встретишь. Давай! Давай! Все, взорвалось где-то там. Я думаю, это была последняя его зарядка. Вот он какой-то... Беги-беги-беги-беги-беги, Элька, я переживаю за тебя. Хотя, смотрите, все, пополз, пополз, пополз. Найс. Все, конец ему пришел. Как бы я не любила компьютеры, этот я уничтожила. Мы молодцы. Пятнадцать процентов, пополз, конец. Получен свиток грозунбуха. Что это могло быть? Отлично. И самое главное, мы получили транс-эндийский кристалл. Элька, ты... Ты хироу! Самый настоящий. Нет, ну действительно, молодец. С креном, наверное, могла бы только еще Элиш справиться. Ну, потому что... А, Эльш. Шоп, могу называть ее так. Потому что у нее тоже есть оружие дальнобойное, но... Элька значит Элька. Так. Конечно же сохраниться. Давай. Все. И гордый такой походкой. Я всех победил. Я все сделал. Выйти к своим друзьям, они там куковали. Хироу. Мне пришлось перезагрузить крен. Но я заполучил кристалл. Ммм, это называется перезагрузить. Ничтожить. Что у тебя проблема, Элька? Давайте отнесем кристалл к Хейтену и проверим его теорию о возможности открыть портал с помощью энергии кристалла. Ура! Задание обновлено. Видимо, нам нужно вернуться к профессору и вообще забыть о данном не самом приятном месте. На самом деле, оно мне безумно наскучило уже под конец. Есть в нем некая однотипность, нерасполагающая. Поэтому просто гордо пойдем отсюда прочь. И давайте полазим по заданиям, посмотрим, что вообще, в принципе, мы должны были здесь сделать. Господи, пожалуйста, не дайте мне сражаться! Угу. Наивная. Да вроде бы уже все, но зачем? Ну, Крен побежден. Куда вот вы лезете, паровозики? Ну да ладно. Опыт, в принципе, вещь весьма полезная. Давай, Тал. Когда ты быстрый, ты вроде бы... Что-то даже сделать сможешь. Что? Какая же я криворукая. Самой за себя стыдно. Так, вот отойди, отойди, Тал. Молодец. Ты что там? Ай. Надо взять. Все, молодцом, справились. Потом просто зайдём в таверну и вернём наше здоровье, скажем так. Так, у кого ловлап? Всё, разберёмся. Совсем разберёмся попозже, когда выйдем на свежий воздух. Господи, как я устала от этого. Так, королевское снадобье. А что? Чудесное зелье. Кого бы подлечить? Тала, Айлиш или Элька? Я чувствую себя как... И это королевское снадобье? Я почему-то думала, что она еще ману восстанавливает. Я страдаю категорической наивностью. У меня сегодня, видимо, день нехороший. Все, все, я чувствую, чувствую свежий воздух, свежий морозный воздух. А, все верно. Все, свобода. Давайте почитаем, что вообще от нас игра хочет и требует в будущем. Какие у нас здесь задания? Чтобы завершить задание, встретись с профессором Хейтоном у входа в исследовательский центр. Ну, в принципе, это было понятно. Так, сборщик жемчуга. Это у нас тихие воды. Туда мы в ближайшее время возвращаться не будем. Сборщик омниума для мисс Люпы. А мы, по-моему, нашли. Или нет. Заследуйте. Верните его ей. Найдите 25 сфер духа. Это у нас другой мир. Мир теней. Алтарь Каристона. Алтарь, алтарь. Суп. А, как же я могла забыть про суп? Это, по-моему, в поселении Шадане. Но мы туда вернемся непосредственно для того, чтобы Буки получила кое-какие плюсы. Там есть одно задание, которое имеет отношение только к ней. Так, хорошо. Мисс Люпа, она у нас где-то здесь, по-моему. Давайте заглянем. Почему бы и нет. Ну что это? Везде это чудесное зелье. Чудесное, королевское. Чудесное зелье. Ну теперь... О! Чудесное зелье! Это было такое зелье как раз. Королевское зелье дурацкое. Понарашвыряли здесь зелье всякое. Пустя лишь тогда. Все, отлично. Как я понимаю, Бочки все отреспились. Дом профессора кого? Слушайте, а я здесь не была. Что здесь такое? Нет, нет, нет. Я сюда не заходила. Я перепутала. Просто какое-то место. Не знаю. То ли секретное, то ли не секретное. Дом какого-то профессора. Смотрите, занимался созданием каких-то паровых машин. Странных, неясных. На дом-то мало похоже. Больше склад. Ну, на нет и суда нет. Как говорится, давайте тогда поедем на пятый уровень. На пятом, значит, у нас обсерватория. Да, именно так оно и есть. А вы кто? Простите. А, это вот его дом и есть. Не знаю. А что ты мне расскажешь? Расскажи-ка ты мне, мой дорогой друг, о телепортации. Мы полагаем, что для телепортации используется отрицательное пространство пустоты, что позволяет существам выйти за рамки законов физики. Абсолютно сумасшедшая теория, но это всё, что у нас есть. Угу. Вам известно что-нибудь о других мирах? Существует теория о том, что реальность двойственна, но люди готовы поверить во что угодно. Это уж точно. Теорий вообще существования и нашего мира огромное количество. И помнится, когда в детстве мне брат рассказал одну из самых известных, наверное, теорий середины 19 века насчёт того, что наш мир, это может быть осколок, микроскопический осколок, скажем так, вселенная, расположенная на лапке какого-нибудь другого существа, насекомого или чего-нибудь в этом роде. И то, что мир как огромная пирамида, точнее цепь. Так, на уровень пятый поедем. Огромная цепь, которая повторяет друг друга по многу-помногу раз. Я не думаю, я не думаю, что это так. Я и в теорию струнта не особо верю. Ну, как сказать, не верю. Это всё не доказано, всё находится на уровне гипотетической реальности, скажем так. А во что я верю? То, что просто существует вселенная. И да, она действительно способна расширяться и сжиматься. Что это некая материя, отдельно взятая, появившаяся посредством тоже некоторых, скажем так, метафизических реакций. Господи. О, он ещё тёплый. Великолепная работа. Мне нужны ещё камни? Женщина! Вы слишком многого хотите. Виал звёздной пыли. Спасибо большое, но я не буду больше туда ходить. Я, например, устала. Смотри, какая прикольная вещица. Напоминает мне немного страшного телепузика. О, люблю. Лёпа. Так, хорошо. С этим мы справились. Теперь надо будет... Давайте забежим в таверну. Я начинаю слова забывать. Вообще, погода у нас омерзительная стоит. А я человек безумно метеозависимый. Поэтому малейшие изменения, опять же, природные. Погодные даже. На меня сильно влияет. Так. На втором ведь? Да, всё верно. На втором. У Делька встал. Не пройти, не проехать. Я тебя тоже приветствую. Сердце очень... А, мы не нашли ей сердце? А-а-а. Какая я бестолковая. Ну, знаете, вот с подобного рода... Похоже, в этом баре проще купить нефть, чем грок. Бендера с Путураму бы очень обрадоваться. Да-да-да, жжавая шестерня. Комнатку. Благодарю. Всё. Отдохнём в данном заведении. И отправимся дальше. Насчёт таких вот совсем необязательных и очень скучных побочных квестов, я их сделаю как-нибудь без записи и расскажу, собственно, в чём заключалась вся суть, как быстро мне получилось проделать данные махинации и всё. Не вижу смысла сейчас возвращаться в исследовательский... Исследовательский... Промямлила Асина. Исследовательский центр вас утомляет, да и себя тоже. Да-да-да, какие вы все оболкливые. Университет? Каму заходить мы не будем, он здесь и цены задирает, и денег у нас особенно нет. Поэтому, думаю, стоит немного поэкономить. Профессор? Что-то тут не так. Подождите. Что от нас требовалось? Я всё забыла. У входа в исследовательский центр. Прочитала и всё, и сразу же из мозга прыг и выскочила. Хорошо. Ну ничего, туда-сюда покатаемся. Во всём есть свои плюсы. Лифты здесь довольно занимательные. Такие а-ля Миядзаки. Точно, профессор, мы так выскочили, чтобы мы вас не заметили. Я хочу именно сейчас, так что давайте, профессор. Всё, он слился. Ну а мы проследуем за ним. Вот, как я понимаю, его лаборатория. А мы туда лазили? Так, на всякий случай, Буки, иди сюда. Ты по стенам умеешь карабкаться. Тяжко обладать короткой памятью. Да, по-моему, я здесь была. Ой, нет, смотрите-ка. Смотрите-ка. Явно туда можно проникнуть. Вот, знаете, есть такие помещения в этой игре, которые для меня всегда оставались загадкой. Я не могла проникнуть туда никакими известными способами. Надо будет... Если знаете какую-то дополнительную информацию о тех местах, городах, где я уже была, дабы не спойлерить будущее, то посоветуйте мне куда-нибудь сходить. Может быть, большинство скрытых секретов... Скрытые секреты? Масло масляное. Большинство масло масляных скрытых секретов осталось для меня неизвестным. Ну, потому что вот это вот здание, оно меня напрягает. Там есть какая-то закрытая дверь, и явно можно туда проникнуть. Ладно. Ну, за 50 флоринов восхвалять... Ну, да ладно. Я бы, например, не стала. А в Resident Evil Леон Кеннеди прыгал вниз. Его не останавливала высота, а ты, Буки, аккуратненько слезаешь. Ну, потому что в Resident Evil все без мозгов. В хорошем смысле этого слова. Добрый день. Я техник Шейксми. Я помогаю профессору Готген Труа изучать устройство портала. И должен заметить, я совершенно не согласен с их выводами. И в чем же заключается эта суть? Вы не верите в систему порталов? Ну, лично мы вообще путешествовали. О чем речь? Я не верю. Я верю во что угодно, только не в эту никчемную систему портала. На мой взгляд, это просто старое суеверие. Но мне платят за эту работу. Так что я не жалуюсь. Дорогой мой человек Шейксми, перед тобой стою я, и я путешествовала по этой системе. Почему-то я не согласен с их выводами. Ну, я верю только фактам. В настоящее время мы поставили тысячу экспериментов на портале. И Готген Труа продолжает утверждать, что не существует способа открыть портал. Так что автор идеи о существовании космического ключа ткнул пальцем в небо. Хм. К сожалению, вы слепый, молодой человек, хоть и очки носите. Так, а здесь у нас портал. Какое-то магическое вмешательство не дает порталу работать. Вы готовы к эксперименту? Да. Есть ЦР. Ну, судя по всему... А, то есть это не надо было делать. Он сам нажмет. Это должно сработать, Элька. Если Буки права и система порталов существует, эта конфигурация даст нам достаточной энергии, чтобы активировать ее. Вы уверены, что мы найдем кристаллы? Мы же говорим о телепортации в другой мир. Мир, о котором нам ничего не известно. Данные крены вполне обоснованы, пусть и немного невероятны. Я считаю, что портал должен оставаться открытым. С помощью навигационного камня Буки вы легко сможете вернуться обратно. Так, теперь у нас достаточно энергии. Мы можем отправить вас непосредственно в систему порталов. А там вы должны найти нужный портал, который приведет вас к кристаллу, найденному крену. Таким образом, через мир теней мы попадем прямо к другому кристаллу. Мама будет в восторге. Не волнуйтесь, вы ведь недавно уже путешествовали в другой мир. В чем заминка? Элька? Пришла пора продемонстрировать веру в науку. Наука не имеет ничего общего с верой. Элька какой-то периодический, но прям непробиваемый. Без веры наука бы не существовала. Путешествие начинается. Я знал это. Я гений. Сработало. Теперь нужно подумать, что же я скажу, если они скоро не вернутся. Где они? А, привет. Я не слышал, как вы вошли. Кто вы такой? Видите ли, это длинная история. У нас был робот по имени Крэст. У вас кристалл трансцензии. Да вот он. Я собирался отправить его в королеве, но мы поняли, как открыть порталы. Понимаете, Крэн исследовал другой, параллельный Хаскилий мир. Я полагал, что это ошибка. Учёный, ты отправил их в тёмные земли? Тёмные земли, да, может быть, видите ли, география этого мира совпадает с нашей. А вы из замка... О, боже мой. Кристалл поможет продвижению работы над машиной Элько. Но нельзя, чтобы вы, Люмине, узнали о тёмных землях. Хэйку не сможет возродиться без кровопролития. Профессора очень жалко. Прям честно. Ну что же, ребята, этот Талос, как вы помните, в самом начале игры мы попали... Мы попали в башню такую, которая находится за дворцом, скрытую, как будто бы за ней, рядом с садом. И там в виде отшельника жил некий Талос, который следил за всем, что происходит при дворе. И, видимо, это он перед нами сейчас и явился. Кто-то хочет скрыть вообще существование тёмных земель. Для чего, не ясно. Но, видимо, нашим героям придётся с этим разобраться. Так, у нас работает только один портал. И нам ничего не остаётся, как зайти именно сюда. Называется этот портал в Хрустальный риф. Хрустальный риф. Вероятно. Кажется... Родина? Тихие воды. Очень похоже. Не правда ли? Наверняка это не наши тихие воды. Элька прав. Посмотрите, как стоят дома и какое тёмное небо. Это похоже на страшный сон. Крен указал на место рождения кристаллов здесь, на побережье. И где это здесь? Мне бы тоже не хотелось остаться здесь надолго. Я надеюсь, что Хейтан догадается отправить кристалл в иллюмину от моего имени. Королеве Люсиции не понравится, если я вернусь с пустыми руками. Нам нужно достать кристалл и отправиться домой. Ну что ж, ребята. Суть в том, что мы попали в какое-то очень странное место. Практически идентичное деревеньке Тихие Воды, где начиналась наша игра. Но говорили же о тёмном мире. А в тёмном мире такая же география, как и в Хаскидле. Поэтому, видимо, мы попали совсем в другое место. И здесь играет самая моя любимая музыка вообще. Именно в этой игре. Так, 150 флоринов. Да, будем исследовать территорию. Больше нам, в принципе, ничего не остаётся. И разгадывать загадку местной деревеньки. Почему здесь всё разрушено? Почему вообще тёмные небеса? Вместо светлых. Полное отсутствие солнца. Так, жалогнулся. Хорошо. Да, маяк здесь, конечно. Какой-то вход в виде ракушки. Спойлерить не буду, но скажу, что в будущем, конечно же, и там нам в той пещерке побывать придётся. Так. Ой. Здесь не то чтобы уныло. Нет, здесь очень красиво. И как-то безумно атмосферно. Гораздо более за души берёт, чем, собственно, тихие воды. Я вообще люблю, когда... Так. Нам здесь понадобится Алиш. Когда показана, скажем так, тёмная сторона в игре. И показана... Не совсем с обычной стороны. Это место видела лучшие времена. Под обломками что-то есть. Найдено целебное снадобье. Так. Хорошо. Хорошо. Вот эти вот непонятные вообще существа. Что это вообще? Какие-то призраки. Ах! Кстати, их вообще... Здешнее нахождение для меня пока остаётся секретом. Я или не помню, или просто даже никогда и не знала. Да будет мост, сказала Алиш и сотворила этот мост. Разрушенный каменный знак, рудник, гесли, например, какой-нибудь. Наверняка до обрушения шахта принадлежала семье Мявсли. Мявсли. А вы-то откуда знаете? Вы пока здесь, скажем, новички в этом местечке. Элька вот тоже непробиваемая в плане опять того же, что слепо верить королеве, ведь явно она не просто так заставляет его прям вот усиленно делать то, что она хочет. Я не знаю, мне королева сразу не внушала доверия, прям вот с первого взгляда на неё. Надменное лицо, надменные манеры и вообще полностью отсутствие логики в некоторых вещах. Хотя вполне возможно, что ею очень сильно манипулирует тот самый Талос. Нектар души. Аааа! Не сможем взять. Так, заперто. О, господи, мужчина, вы меня испугали. Я думала, что там такое вообще в углу ковыряется. Это будет сундук. Ну, такие чисто сейчас собирательные будут моменты. Сфера могущества. Лажь. Давайте-ка у кого-нибудь повысим. Сфера, 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 сфера. Изумрудная, светящая сфера могущества. Кому? Вот как думается. Я думаю, что всё-таки Айлиш, потому что она у нас самый главный маг. И в будущем пригодится. Сие весьма полезно будет. Господи, ребят, вы тут носитесь и тоже меня пугаете. Заброшенный дом, похоже, владельцы умерли или сбежали. Судя по запаху, скорее первое. Что же здесь вообще произошло? Что это за мир? То ли здесь война идёт какая-то страшнейшая. То ли... То ли какой-то диктатор просто к власти пришёл. Всё-таки знатные, готичные такие. Анимомир. Оружие буки. Вау! Вот это интересно, скажу я вам. Кстати, у нас кто-то повысил уровень. Если память мне не изменяет. Кстати, буки повысила. Так. Дух, путь, воина. Здоровье давайте ей немножечко усовершенствуем. Так. Элька. Элька, элька. Урон от пентальных атак. Здоровье, навык. Так как он у меня всегда действует сам по себе, лучше я ему мощь повышу, честно. Так. И Айлиш. Айлиш, кстати, тоже мощь надо повысить. Потому что, опять же, она частенько сама по себе воюет. Я использую её в виде бафера. Так, поехали. Тау. Жаком. И вот этот вот анимомир. Замедление. Вообще, в принципе, они идентичны. Веченега. И вот это. Ну, практически идентичны. Веченега, она послабее будет. Потому что ячейка для вставки там не круглая, а квадратная. Ну, пока я буду всё равно пользоваться старым добрым Жаком. 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 Ау, есть кто-нибудь? О, стоит человек. Настоящий живой человек. Добрый день. Прошу извинить меня, но в настоящий момент я не могу позволить незнакомцам входить в церковь. Если у вас есть какое-то дело ко мне, поговорите с лордом Мякси. Его поместье на вершине холма. Хорошо. То есть, всё-таки здесь есть люди, и здесь кто-то живёт. Ну, судя по освещению данной тёмной деревеньки, можно было догадаться. Там даже кузнец есть. У-у-у. Так, а здесь у нас что, заперто? Заперто. Кажется, в куче тухлой рыбы что-то припрятано. Найдено целебное снадобье. Полезно изредка поковыряться. Что-нибудь да найдётся полезное. Так. Доки. Ау-у. А в тихих водах здесь и кораблик стоял. И люди были. Боже мой, смотрите. Прям зов к тухлу. Лавкрафт был бы очень рад, увидев тебя, великое существо. Привет. Привет. Зооморф тоже, видимо. Наверное, одиноко. Нет. У меня дети. Я очень признателен преподобному Кассеру за то, что он присматривает за ними в своей церкви, пока я работаю. Окей. Ну, вы знаете, действительно, похоже, здесь есть и зооморфы тоже. Только странные они какие-то. Ах, музыка, музыка, что ты делаешь со мной? Это настолько прекрасно. Так, бальзам навыка. Если кто-то не знает, то саундтрек Судеки писал Том Колвин. Можете найти. Целый есть альбом, собственно, посвящённый данной игре. Данной этой игре. Я начинаю забалтываться. Это очень плохой знак. Не буду пересохраняться. Давай. Не помню, что у меня там с деньгами. Может быть, к кузнецу стоит заглянуть. Потом уже к мяксли пойти. Добрый дядечка кузнец. Сделаешь ли ты мне какое-нибудь усовершенствование? Нет, не многие нынче рискуют ходить по этим улицам. Смотрите, не попадитесь монстрам, если у вас нет защиты. Если вас интересует броня, то это ко мне. Интересует? Ещё как? Я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Так, и что же вы сделаете? Я вот думаю, всё-таки анима-мир усовершенствовать, ибо... Критический 10 силы Искатель Душ. Хм... Чувствую себя как кот в рыбной лавке. Вот прям не знаю, что выбрать. Вещь полезная, потому что она замедляет врагов. Давайте пока поставим сюда просто силу. А потом уже посмотрим, как и что нам делать. Не-не-не-не-не, дорогой мой человек. Ну-ка, иди сюда. Да, привет, привет. Это не всё, что я хотела. Так. Оооо. Я чувствую себя... Не особенно богатый, скажем так. Щит-прототип. Слот предназначен. Так, что-то надо как-то. Антисглас защиту от замедления. Сверх-капашные получают... Сверх-капашные бойцы неприятеля получают урон при каждой атаке. Давайте поставим, потому что наш бедный Элька, у него прям вообще ничего нет. Не за что. Когда разбогатею, приду и много чего нового себе заковыряю в броню. Так. Айлиш, иди сюда. Получена сфера святости. ОЗ. Угу. ОЗ тоже надо тогда кому-нибудь воткнуть. Сфера. Почему они постоянно куда-то в разные места тыркаются? Так, ОЗ. Давайте просто пусть у нас стал будет мощнейший такой. Джамбо Стюарт. Большой человек в маленькой норке после жаркой битвы. Мне сразу вспоминается... Так. Кто-то уже ограбил эту могилу, но там все еще есть что-то ценное. Ладно. Сто флоринов. Боже мой, мы расковыряли чью-то могилу. Мне сразу вспоминается Секрет. Я очень любила именно во второй части причем ковыряться по кладбищам. Там столько всего полезного и веселого можно было найти. потому что у разработчиков чувство юмора, ну... величайшее. Мертвый преступник наказан за преступление. Опознать тело невозможно. Вау. Да уж. Ну здесь и виды вообще. Так. Особняк Мявсли. Я думаю, вряд ли нам позволят пока что выйти за пределы данной деревушки. Да. Заперто. Поэтому пойдем узнаем кто же такой этот лорд Мявсли. Что случилось с данной деревенькой? Изумрудная зелья. Ну ничего я взять не могу. Не надо было лечиться. Особняк Мявсли. А вот и собственно он. Но я хочу побродить у него дома. Потому что я очень наглая и люблю заниматься исследованием прямо при хозяевах. Конечно же в реальности я такого не делаю. Друзья мои, можно к вам на второй этаж сходить? Нельзя! А у вас... У вас лестница сломана. Дом, знаете, такой классический дом с привидениями. Как же я люблю здешнюю дизайнерскую работу. Наконец-то прибыли наши спасители. Сирена по имени Нассария терроризирует наш тихий поселок так давно, что мы уже отчаялись получить помощь из Киентина. Что случилось? Нормальный вопрос в данной ситуации. Нам сейчас пригодится любая помощь. Наш поселок приходит в запустение. Наши дети гибнут и даже свет больше не доходит до нас с небес. Если бы только кто-нибудь забрал у нас Сария акларианский кристалл, тогда он потеряет свою силу и мы снова будем свободными. Кристалл какой-то сирены. Возможно, я смогу помочь. Я не знаю, где находится грот, но Керфин Холл видел, как туда затаскивали одного из его друзей. Он может рассказать вам, как найти вход в грот, если он уже оправился от потрясения и может говорить. Поговорите с преподобным Кассером. С тех пор, как Керфин увидел, что сирена охотится на его друзей, все дети прячутся в церкви. Угу. Хорошо. Твоя жена в порядке? Я очень на это надеюсь. Когда мы с ней познакомились, она была очень веселой девушкой. Ну, давайте поговорим и с девушкой. Что же она нам расскажет? Дети, мои дети. Что это все значит? Угу. Ее глаза. Мы должны ослепить ее глаза. Помешалась жена твоя, Мявсли. Явно немного повредилась умом. То ли к сирене в лапы попалась, то ли что-то в этом роде. Ладно, путь наш лежит к церкви. Надо все-таки сегодня более или менее разобраться с данной ситуацией. Городская площадь. Да. Пойдите прочь. Это церковь. Ты чего орешь на меня? страждущих. Вы не заберете ни одного ребенка на неминуемую погибель, пока у меня есть силы их защищать. Да поумерь свой пыл. Нам нужна помощь детей, чтобы добраться до Носарии. Как я могу довериться вам? Докажите мне, что вы сражаетесь на стороне добра, вернув в мою церковь священный символ Тексу. Все обалдели. Все им надо. И где я его найду тебе? Какие все наглые. Все чего-то всем надо доказывать. Ты их деревню спасать хочешь, а они ладно. Хорошо. Так, священный символ Тексу. Чтобы вернуть веру преподобному найдите священный символ Тексу. Давайте спросим у рыбака. Ну вот я чисто интуитивно думаю, что он должен знать, где он находится. Он же рыбачит все-таки к воде какое-то отношение имеет. Да, вы видели священные символы? Хорошо. Домик от лодочной станции задания обновлено. Классно! У меня есть логика, она работает. Я совершенно не помню, что от нас требоваться будет. Я думаю, разберемся. Заперто. Вау! А, ну, да. Домик лодочный. Сим. Угу. Понятно. Здесь у нас будет маленькая загадка, и связана она, видимо, с талом. Да. Не видимо, а очевидно. В стилистике Лары Крофт будет он у нас перетаскивать ящики. Как-то на большее толкать, я понимаю, не способен. Хорошо. Осина, ты должна понять. Ты должна понять, ты обязана это сделать. Хорошо. Давайте сделаем. Нет. Ну, нет, сюда нет. Хорошо. Это, это... Ура! Я догадалась, в чем заключается суть. Я ведь права? Я права? Права. Ну, вот и все. Священный символ Тетсу. этого наглого паренька мы сейчас порадуем. Я бы на месте Тала, конечно, полбуемую рукодицу меча дала. Господи, я прошла сквозь привидение. Что? Уважение теперь я буду достойно? И двери церкви открываются пред нами. Хвала ты, Отцу, Владыке Небесному. Вы вернули мне не только символ, вы вернули мне веру, да благословит нас всех, Господь. Вы доказали, что вы достойны. Давайте пройдем в церковь и поговорим. Я достоин двигать ящики. О, да. Ай, конечно, да. От нелепости ничто убежать не может. Так, церковь Хрустального Рифа. Ты поможешь нам убить чудовище? Вход у подножия скалы. Поговори с лордом Мявсли и попроси его включить лифт, чтоб спуститься вниз. Хорошо. Ты поможешь нам? Я помогу. Все? Больше с тобой не о чем разговаривать? Эээ... Что? Это дети этого? Блурбль. Ладно, я не буду уподобляться общению с данными неясными ребятишками. Давайте тогда сохранимся. И продолжим наше путешествие уже в следующей серии, потому что в следующей серии нас будет ждать Грот Нассарий. Это очень-очень темное и очень-очень неприятное местечко, но в то же самое время безумно красивое. Большое вам спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Мое балабольство, возможно, кого-то утомляет, даже меня оно утомляет, но кому-то, возможно, оно и нравится. С вами была Асина и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok